Эконом квас в Москве. Приходилось и на них ездить во втором кузове. Мне как попалось один раз, что смену кого-то заменял, я не знаю. В таком состоянии, еще зимой, ни одного уплотнителя нет. Печку хоть включают, хоть не включают. Сквозняки такие в машине. Дует со всех сторон. Ну, что-то обычным диспетчером бросишься, девочки дойдут 20-30 минут, перекинули. Так и заснуть не возьмут, все равно, что ее не глушишь. У нас машины вообще никогда не глушились. Вот сутки доездишь, ты ее не делал. Лушишь только на заплатке, когда подъехал, пошел платить. Все, а так спать, стоять, даже меняемся у нас 30-40 минут на этот час. Будет нас стоять 20 человек, будет стоять 20 машин, ни одна не глушится. И все набегают. Но газа у нас в конторе не было машин. Не, ну мне поначалу нравилось, нравится Бог. Это там вот ночью, вот днем мне нравилось. Дороги идеальные, машины хорошие, водители, слава Богу, воспитанные. Оно вроде бы, знаешь, каждое там движение, а там классное. Да, нет, я приехал тоже, глянул, думал, ехо, кажется, ты как тут работать. А потом смотрю, там за рулем девочка сидит на вид лет 14. Даже сейчас возраст не определишь это. Там сидит бабушка, кажется, из могилы вылезла лет 90. Смотрю, они в этом потоке нормально, думаю, ну если они ездят, то что я. Сел да поехал. Все, спасибо большое. Пожелся. Удачи вам. И вам всего доброго. Сейчас. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 20.